Доверенность от моего доверителя Мамая Владимир Дмитриевич я к вам обращался чуть меньше месяца назад вы мне отказали в обслуживании поясните мне пожалуйста как решился вопрос подключение услуги автоплатеж предъявление доверенности не предусмотрено услуга длительное поручение для перечисления средств юридическому лицу в Сбербанке не предоставляется основание здесь это не написано мне нужно подключить информирование карточки информирование какое вас интересует? ну вот когда приходит если деньги поступают на карточку и тому подобное, мне нужно информирование через терминал я не смог это подключить потому что личный кабинет заблокирован примерно неделю назад разговаривал с заместителем руководителя он сказал что подходите с доверенностью этот вопрос решим подключим ну вы договаривались с заместителем руководителя я сейчас с вами разговариваю значит заместитель руководителя вам подключить даже вы здесь что делаете? давайте вы обратитесь к руководителю или к заместителю потому что не надо дурковать я тебе еще раз говорю это что, слова что ли? не фильтруешь мои? нет? 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 давай подключай я на таком уровне не умею общаться тогда руководителя вызови с которым я разговаривал руководитель, которым вы разговаривали, находится в офисе ну ты здесь самая старшая, как мне сказали ты сейчас самая старшая, решай проблемы я хочу с тобой на ты я не буду с тобой любить а что ты делаешь? вызывай полицию полицию вызывай я постою, пока не решу свой вопрос первый вопрос значит мне нужно основание отказа я буду работать с другими клиентами ты будешь со мной работать ты будешь со мной работать слушаешь меня, нет? я что сюда, как на работу должен ходить? что ты лыбу давишь? не знаю что лыбу давишь, говорю что тебе извините? я говорю, вопрос решай давай с клиентом вопрос решай хотите полицию? давить? так вызывай у нас конфликтная ситуация ты не можешь решить мне полиция не нужна не нужна? она надо сделать, чтобы нужна была? пожалуйста, вы будете выбирать как хотите давай, вызывай полицию не делайте, я не буду вызывать полицию Денис, можно телефон я вызову? ну, чтобы мне запись не прерывать включите услугу данная услуга по доверенности не подключается в смысле? вы не можете подключить личный кабинет? что вы? личный кабинет вы не можете подключить лично клиенту я могу подключить по доверенности такие операции не совершаются вы как с головой-то у вас действительно Денис, давай разговор буду я вести тебе это никак не касается не отвлекайте меня от работы с другими Елена Александровна значит, вы доверенность прочитайте, там все прописано в том числе уполномочили меня на данную операцию заместитель вашего руководителя читал эту доверенность вы ее каждый месяц у меня ксерите дурачка не включайте посмотрите доверенность я еще со мной не отслуживаю женщина, отойдите отсюда я отслуживаю конечно Елена Александровна не усугубляйте отдайте документы документы отдайте клиенту я не про свои говорю а про те документы, которые вам дали вне очереди вам дали документы или не очереди дайте свою полицию милицию кому хотите мы с вами сейчас решаем вопрос давай давай у вас есть ответ банка давай давай говорю документы отдавай ты вообще как сюда попала не могу понять слишком лояльный или что такая непробиваемая нам надо эмоции мне? да я сейчас получу какие нужные эмоции не переживай присаживайтесь а ты нас что железная леди что ли или что присаживайтесь что ты губки лижешь подходите пожалуйста тебе сказали не нагнетай обстановку клиентов на другое окошко перенаправь пока со мной вопрос не решишь мне нужно решить два вопроса первый вопрос значит основание законное основание отказа это раз и второе это подключить интернет банк или там извещение как оно называется правильно что? вам законы прописали? не понял принять еще одно обращение чтобы вам законы прописали? себе на лбу пропиши и прими обращение еще что вам нужно? я уже изложил свою мысль что мне нужно наверное не так четко как хотелось бы услышать но если ты не понимаешь о чем виноват что ли? как тебе еще объяснить? здравствуйте не могу никак дозвониться по телефону 102 горячей линии конфликтная ситуация мной ранее бы отдавалось заявление о самоуправстве и мошенничестве конкретным работникам сейчас с этим же работниками я так же разговариваю то же самое все продолжается мне нужен наряд полиции Сбербанк Ленинградская 24 город Мурманск да какой адрес здесь у вас? адрес какой у вас? Ленинградская 22 Ленинградская 22 Мамаев Владимир Владимирович мне сотрудник банка сказал что 22 уточните адрес Ленинградская 24 здесь Ленинградская 24 у него сейчас резко адрес изменился она все не может запомнить где работает заведующий данного отделения Сбербанка она неоднократно уже отказывает мне в обслуживании ссылаясь на то что по доверенности мы услуги не оказываем хотя в доверенности у меня все четко прописано всевозможные ответы никак ничем не мотивированы с точки зрения законодательства просто идет у вас работа была с полагентом? да это здание Сбербанка с доверенностью все идеально все идеально самое интересное что я накануне разговаривал с заместителем руководителя данного отделения вопрос был решен она также читала доверенность все нормально то есть вопросов по этому нету просто конкретный работник конкретно гадит да я сам решу как мне и что делать а мне нужно чтобы не обслужили оформите на меня заявление ну и какая ты деловая улыбнись на камеру давай прояви свои эмоции то что какой степени ты себя ведешь нагло что крышует кто-то да может мент муж нет кто такой кто тебе такой крышует что ты можешь делать что хочешь ну улыбнись ты а твои рожи посмотрят все не смотрел еще свои видео нет да нет не должна тебе хватает советую не смотреть его чтобы не расстраиваться пускай другие люди смотрят и делают вывод какие сотрудники банка ладно сотрудники банка так ты еще оказывается руководитель на данный момент себя так ведешь не надо глазками смотреть на других людей они тебе не помогут у меня глазки мои не ну я как бы ничего не говорю молодец давай влочи на меня только не хочется не хочется а чё так а чё зря не боишься да не бойся все хорошо боишься меня очаровать или что я тебя расстрою но мне это не прокатит я не люблю взгляд глупых женщин вы меня не обслужили я вам еще раз говорю значит приедет полиция будем обслуживаться полиция не занимается гражданскими вопросами полиция сюда приедет только для констатации факта а именно оформление заявления о самоуправстве с вашей стороны нет давайте я еще одно заявлю да я что сюда заявление пришел подавать что вам нужно что давайте прописываем что вам необходимо каким ответом вы не довольны мне ответ не нужен мне нужен результат мне нужно чтобы по банковскому счету производились операции предмет договора банковского счета это именно осуществление банковских операций то есть вы в одностороннем порядке отказываетесь исполнять договор причем мотивируете это тем что якобы вы по доверенности это не делаете вы что ждете когда к вам пенсионер там на инвалидной коляске приедет или что для этого выдается доверенность что надо написать банку с чем вы не согласны знаете я как бы за свою юридическую консультацию беру оплату если вы готовы заплатить я вам предоставлю эту консультацию у меня ваша консультация не надо тогда вот с вашими юристами пообщайтесь они вам скажут что должно быть написано в ответе если в чем то отказывают обосновать вам или что нужно что мне написать банку ну давайте поскольку вы все таки как бы бонусом у меня будете я вам сделаю бесплатную консультацию значит любое ограничение прав граждан в данном случае вы ограничиваете права должны быть со ссылками на нормы права в противном случае это самоуправство незаконные действия я вам объяснил нет сейчас я напишу что вам необходимы ссылки на нормы права а потом что вы напишете вы что печатная машинка или все таки руководитель данного магазина так а чего вы так ну улыбайтесь на самом деле вообще не смешно я понимаю что у вас такая защитная реакция вот это знаете вот глупый взгляд он не всегда прокатывает иногда нужно все таки принимать решения делать грамотные действия как вас вообще на работу взяли за милую улыбку и добрые глазки возможно вот ну как бы я не сомневаюсь что именно так и было главная исполнительность сказали сделала да главное что понять у кого и что куда пойдете когда вас уволят вообще зачем работаете могут менять или это ваше хобби может лучше этот салон маникюрный открыть мне кажется там вы лучше будете справляться банковская деятельность это не для вас Елена Александровна согласна со мной вы ставите счет от меня полторы тысячи рублей моя консультация для них стоила пускай оплатит за вашего работника раз у вас денежных средств нету потому что я не должен разъяснять как вы должны делать правильный мотивированный отказ почему вы не хотите сотрудников полиции везут на меня нападение по моему не происходит а вы можно поинтересоваться что вы хотите спровоцировать нападение я просто сразу говорю что я этого делать не буду то есть так ну мало ли может вы посчитаете что вас оскорбляю нет я вас не оскорблил нет вы вправе делать все что вам захочется да слушайте вы просто вера вы наверное идеальная жена была бы так что то я сомневаюсь что вы себя дома так же ведете как здесь и елена вы свои вот эти два на работу не переносите здесь немножко другой формат общения с клиентами то есть кроме доверенности никаких препятствий больше нету да то есть вы в принципе по доверенности нету в чем в чем сложность ведь вы знаете для чего выдается доверять именно для того чтобы за доверителя совершать определенные действия я уже час седуха сижу в очереди мне кажется перебор нет хорошо скорее всего такого быть может но что мы читаем на какой-то у вас сом сом что мы тут дали это мое типа новое обращение до которого я не делал с вами давайте продолжим а какое обращение вот на рано номер написать нет ну естественно что вы пишете принято данное решение тогда расшифруйте какое решение либо кратко суть какое решение Ну, вы про нотариальную доведенность сказали. Так-так и напишите. Потом у меня такой вопрос. А вот зачем вы за меня вот это вот мелким-мелким почерком написали? Ну, установленная форма банка? Тем установленная. Ну, это не установлено. Вас устраивает то, что это? Ну, конечно, меня не устраивает. Поэтому я у вас... Ну, мне нужно, чтобы была изложена суть проблемы. Просто вы сюда пишите, что я готов получать по мобильному банку, который у меня не существует. То есть вы предлагаете мне это подписать. Это как бы, ну, на мой взгляд, это мошенничество. Чтобы вы красиво получились. И мне удобно было с вами общаться. Вы сделали подмену. Вы сюда прописали почему-то какой-то вопрос карточки. У меня же записано на видео, мы с вами очень долго общались, что с счета банковского счета, не с счета карточки, а с счета банковского счета, куда приходит пенсия. Именно с этого счета производить соответствующие платежи. А вы сейчас здесь что пишете? Я не глупый человек, я понимаю, что вы пишете. Вы говорите по услугу автоплатеж. Вот именно услуга автоплатеж, она подключается к карте. Я не знаю, к чему все подключается. Есть... Есть гражданский кодекс. Лена Александровна, есть гражданский кодекс. Вот есть там целый раздел, называется договор банковского счета. Вот предмет договора банковского счета, это все операции по счету банка. Это предмет договора. Производить определенные платежи. Если вы не делаете этих операций, не делаете, да, то вы должны закрыться, повысить вывеску, закрыто, мы не работаем. Я об этом сейчас банку напишу. То, что вы не поможете, то, конечно. Все же на что. Но пока вы работаете, давайте все-таки вы решите мою проблему. Все-таки оформите платеж. Возвращение? Так я не могу оформить, а кто пойдешь? Понимаете, вы мне устно на словах говорите, что причина только наличие доверенности у меня, да? По карте. А в бумаге вы пишете о том, что как бы тут другая причина, у вас не сходится, понимаете, отказ. По книжкам услуга не предоставляется, по картам по доверенности она не подключается. То есть никаким образом вы не оказываете услугу, правильно я вас понимаю? По книжке. То есть если человек хочет перевести деньги третьим лицам, да? Все карты. Да какая разница? По счету. По счету. По счету. Двительное поручение не предусмотрено. Почему? Почему? Масло на цепь не предоставляется. Ну почему? Разово можно это сделать. То есть вы приходите с квитанции и вы с книжки тоже переводите. Это можно сделать. Но на длительной основе это не будет. И по доверенности нельзя, да? И самому клиенту тоже в месяц сделать с книжки. По карте только по доверенности невозможно это сделать. Без доверенности. То есть вы вот вдумайтесь, да? То есть вы хотите, чтобы сюда пришел человек, который, предположим, по каким-то физическим параметрам не может этого сделать. Для этого он и выдал доверенность. Для того, чтобы поручить своему сыну, да? Чтобы он совершал определенные действия. Потому что он физически этого делать не может. И вы сейчас, на данный момент, говорите нет. Нам плевать на законодательство, на нотариате, на гражданский кодекс. То есть... Мне писать не надо. Мне нужно просто, чтобы вы оказали определенную услугу. Это банк вам обосновает, напишет нормативные... Хорошо, пока мы ждем сотрудников полиции, давайте сделаем так. Вы мне выписку сейчас сделайте по счету карты. Именно по карте нужна эта? Да, по карте. Давайте карту. Карту куда? Вам в руке или куда? Нет, там номер просто посмотреть. Можете не выпускать ее из рук. Ну, в принципе, можно будет. Руководитель сказал, вопрос решен. Я просто хочу, я по неделю приду, или там в будние дни, я хочу свистить между собой. Пускай они за дружку в глаза посмотрят, как они будут решать этот вопрос. А сейчас нет этого руководителя. Сейчас просто ждем полиции, а сейчас я попросил, чтобы выписку... Вам руководитель это обещал или заместитель? Заместитель руководителя. Он будет в понедельник. Если заместить, то она в отпуске до 20 минут. Дама была, да? Дама была, она представилась как заместитель. Я там документы у нее, естественно, не спрашивал. Но на вас пожаловался. Не постеснялся. За какой период выписка нужна? Давайте с 1 января. Этого года? Да. Они могут делать операцию только день в день. И при этом не по доверенности. То есть в любом случае они хотят здесь видеть пенсионера. Вот ты сдохни, но приедешь. Вот это Сбербанк. Понимаете? Я не знаю, на что они хотят. Они, может, думают, что пенсионер им придет, вдруг он умер, там еще что-то случилось. И деньги останутся в Сбербанке. Понимаете? Это выписка в руководитель. Ага. Да, Юрий Виктор какой-то перевел. Ну, то есть разные люди получаются. На мой взгляд, вы совершаете само правство. И есть признаки мошенничества. Это вот мое личное мнение. Вам же вам должно ответить, какие нормативные документы. Я могу это отправить и вам предоставить статьи гражданского там кодекса. Я не знаю. Смотрите. Или не отправляйте. Вы можете делать все, что угодно. Вам нужно урегулировать. Ну, а как же СМС придет? Смотрите. Вам нужно урегулировать данный вопрос с клиентом. Ну, не конкретно со мной, а с тем человеком, которого я представляю. Вот на данный момент вы отказываете не мне, а вашему клиенту. По-моему, Владимиру Дмитриевичу. На мой взгляд, вы это делаете незаконно. Есть операции, которые в принципе не совершаются. Такие, как воздвигательные книжки. Это было лет 10 назад. Такие поручения были. Потом банки не отказались. Есть гражданский кодекс. Вот предмет договора, банковского счета, подразумевает любые операции. Делаем момент совершения присутствия. Да. Но только это он может сделать лично, а может это сделать через меня. По доверенности. Лично даже Владимир Дмитриевич не может сделать с книжки короче. Потому что в банке так оказывают. Хорошо. Вы мне скажите, что такое понятие книжки? Потому что в гражданском кодексе нет такого понятия книжки. Сберегательные книжки. Тогда вам нужно спорить с юристами. Да не надо спорить. Там прописано банковский счет. Вот по карте есть счет. Есть по карте. По книжке есть счет. Счета бывают разные. Корреспондентский, текущий, расчетный и тому подобное. Это разные вещи. Давайте пропишем, что если по карте осуществляется, то по книжке нет. Если вам ответы нужно. Или вам они не нужны? Мне нужно, чтобы была решена проблема. Чтобы мне не приходить каждый раз и стоять вот эти очереди каждый месяц с этими платежами коммунальными. Чтобы автоматически эти платежи перечислялись. Понимаете? Чтобы это не делал ни мой отец, ни я не делал по доверенности. Чтобы это был автоматом. Я не могу вам карту открыть. С нашей карты сделайте. Хотите? Но на карту придется самостоятельно пополнить. Нет. Я вашим клиентам никогда не буду. Мы же в прошлый раз закрыли все мои счета. Кстати, давайте сразу же, чтобы для спокойствия моей души, вы мне дадите справочку, что у меня на вас нет никаких счетов и тому подобное. Какого числа заедения было? Ну, давно было. Давно. Сейчас скажу, 18-го, по-моему, числа. В течение 30 дней. Давайте, паспорт я посмотрю. 20 февраля у вас счет закрыт. Да, справочку, чтобы, как говорится, я был чист перед вашим банком. Чтобы меня даже потенциально не считали клиентом. Не дай бог. Ну, потому что в наш век услуги максимально пытаются предоставить разнообразные, а вы как-то сужаете. Элементарные вещи не можете сделать. А как мне вас назвать, Владимир Владимирович, если вы приходите как клиент в банку? Пришли вы клиент в банку? Нет, я пришел к вам по доверенности. Ну, то есть у меня могло бы счетов у вас не быть, это не значит, что я клиент в банку. Я клиент в банку. Все равно будете клиентом в банку. Бежите. Обращаюсь в Бирбанк уже неоднократно. Да, я хочу. Знаете, да? Да. Мне нужно было оформить поручение на то, чтобы из пенсии автоматически платежи за коммунальные услуги снимались, ну, оплата производилась. Мне предоставили информацию, что мы по доверенности такого не оказываем. То есть, понимаете, то есть вот законодательство о нотариате, гражданский кодекс, вот это все они проигнорировали. Это указ в услугах, мы на это практически не сожалеем. Правильно? В данный момент самоуправство конкретного работника. Я, может быть, где-то оказываю какое-то давление, да, допустим, но я не буду сейчас этого делать, там требовать, чтобы вы здесь остались, там, то-то, то-то, там, придумать какие-то поводы. Я готов на то, чтобы даже покинуть данное, скажем так, заведение, но при условии, что мы сюда придем с участковым и оформим этого работника. Нет, да, нужен участковый уполномоченный, да, именно для оформления протокола. Я понял, я ей передал это, я объяснил там все. Все, спасибо вам большое, что приехали. До свидания. До свидания. Нифига себе. Здравствуйте. Это что-то новенькое. Ой, подсудимый. Что-то новенькое, они что, закрываться уже стали? Офигеть. Здравствуйте, с каких пор стали закрываться от граждан? А? Боитесь? Пожалуйста, пускаем. Ну, боитесь? Нет. Хорошо. Мне участковый нужен, Мамая Владимировича звонил. Не будете писать? Нет, мне нужно с ним пообщаться. Вы от меня заявлением не отделаетесь. Заявление будет писать надо. Любимая фраза. Вот это, да, давно я не ходил в полицию. Оказывается, здесь уже и вход по пропускам. Скоро деньги будут брать на входе, нет? С вас не взяли еще? Нет. Чудеса. Что говорят? Что говорит участковый? Войди, сейчас прийти. Войди. Все. Смотрите, пожалуйста, сколько времени будет спускаться? По времени сколько спускаться? Небоскреб или что здесь? Нет, выходим. Здравствуйте. Вы мой участковый, да? Держу мой участковый, Мамая Виталий Олегович. Виталий Олегович, прекрасно. Заявление есть? Нет. И не буду писать заявление. Я к вам пришел с целью, чтобы проследовать на место правонарушения. И там зафиксировать все. Придемте объяснение. Я вам еще раз говорю, что все объяснения буду на месте давать. И буду фиксировать на видео. Данная проблема, которая существует, я могу вам просто пояснить. Возьмите. Значит, смотрите, насколько я понимаю. Давайте сейчас осминю выключить, поговорите. Да, слушаю. Девушка приехала. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Нет, только осмотр. Смотрите, у меня вообще со временем проблем нет никаких. Вы найдите время и мне созвонитесь. Я подойду, я через дорогу живу. Это может даже не сегодня. Когда у вас будет время, спокойненько сядем. Я, может быть, даже вам... Добро, смотрите, ваше заявление на обращение зарегистрировано. Да. Направиться участковому. Телефон, вы знаете, 921-661. Все, поэтому, чтобы нас никто не дергал, не отвлекал. Я хочу показать людям, что вот ваши права нарушаются, вот в том-то, том-то это заключается. История, как бы, она давно известная. Просто доходили до маразма, что в банк людей, в инвалидной коляске притаскивали пенсионеров и тому подобное. Потому что, ну, издеваются. Владимир Владимирович, я понял вас. С вами сяду, что участковый непосредственно по адресу, который обсуждают. Да, только мне к вам большая просьба все-таки со мной связаться. Добро передадим. Все, спасибо. Все, до свидания. Да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова